Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последними новостями. Шольд заявил, что НАТО не планирует военное вмешательство в Украину. Сегодня я уже выпустил ролик, где Байден заявил, что Россия агрессор, но воевать за Украину мы не будем. Ну и вот такая информация. Так что и немцы отказываются, как сказать. И вся Европа, и НАТО уже не будут вмешиваться в события, которые происходят на территории Украины. Германия, НАТО и другие страны не планируют военное вмешательство в связи с событиями в Украине. Заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Вот на фотографии. Ну и вот теперь, как сказать, все обсуждают ситуацию семидневной войны, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. И вот уже такая статья. Если Россия захватит все крупные города Украины, что будет дальше? Типа это издательство Минвал АЗ. Сейчас вас ознакомлю. Президент Джо Байден в своем ежегодном послании к Конгрессу о положении в стране подвел первые итоги семидневной войны, где называют, так сказать, Россию агрессором. Ну так и есть, правильно, агрессор. Российский рубль, сказал он, упал на 30%. Биржа обвалилась на 40%. И неизвестно, что будет дальше, когда Центральный банк возобновит торги. Владимир Путин изолировал в мире, как никогда прежде. Небо над Америкой закрыто для всех видов российских самолетов. Но, возможно, главной мыслью Байдена было то, что противостояние России и Западной Европы достигло небывалого за последние годы А. Ну да, вся Европа сейчас против России, да. Эти слова были встречены такими бурными овациями, будто президент объявил, что коронавирус в Америке побежден раз и навсегда. В общем, Байден добился все, что хотел. Он хотел, чтобы экономика России разрушилась, как сказать, братские страны стали врагами, начали убивать друг друга. Все, что планировали американцы, то и произошло, как сказать. У него в планах это все и было. Главное, чтобы ослабить Россию экономически, и чтобы Путин, как политик, уже полностью, как сказать, был уже унижен и, можно сказать, уничтожен. И вот как раз статья по этой теме, я как раз продолжу. Ну понимаете, и европейцы, и натовцы не дураки. Они вот пишут, статья по этой теме, мы должны тщательно взвесить весь риск, как говорит один из европейских политиков. У Путина дела идут нехорошо. Он кричит на своих помощников. Его война развивается совсем не по плану. И это очень опасное время. Даже уже эти политики западные поняли, что с Путиным шутить не надо. Он уже предупреждал, что держит руку на кнопке и может нажать. У него здоровье, какое-то состояние опасное. Ну и вот сейчас, как сказать, я вам зачитаю статью про Путина, как он гонял тут крысу. В марте 2018 года Путин в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову сказал, что никого никогда не надо загонять в угол. Часть его рассуждения эту тему представляется особенно интересной. И мы повторяем ее. Послушайте, как было с Путиным. «Просто шел по лестнице Путин, спускался вниз, увидел крысу и начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. Она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, и с перелета на перелет пыталась прыгнуть мне на голову, рассказал Путин. Представляете, на Путина напала крыса, тут пишут. И он, как сказать, оборонялся от нее. А теперь вот пишут, что Запад не хочет загонять Путина в угол, как крысу. Пресс-секретарь Белодома Псаки сказала, что введение бесполетной зоны в Украине, при которой американские самолеты будут патрулировать тамошние небеса и, возможно, сбивать российские самолеты, не является хорошей идеей. Правильно? До американцев дошло. Если бы так ввели эту бесполетную, то американские самолеты могли сбивать российские, и получилась бы уже ядерная война. И американцы поняли, европейцы поняли, НАТО все поняли, зачем загонять Путина в угол. Зачем? Лучше пускай он там воюет с Украиной, но это мнение уже натовских, как сказать, генералов, Байдена, понимаете? Я веду репортажи, что они говорят, вот я той вам и комментирую. А генсек НАТО, Йенс Толтенберг, чуть не каждый день вынужден повторять, успокаивать Путина, что войска Альянса не собираются вступать в конфликт в Украине, ни по земле, ни по морю, чтобы ситуации полностью не вышли из-под контроля, и в Европе не разразилась бы полномасштабная война с участием НАТО. Да, НАТОвцы поняли, зачем нам надо эта головная боль, да, зачем нам тут нужна эта война в Европе, да, и все, они поняли, что сейчас с Путиным не надо шутить, пускай он там воюет с себя, и все, а НАТО будет как бы поставлять медикаменты, ну, может какие-нибудь там незначительные боеприпасы, ну, спасать жителей, да, эвакуировать, вот. В общем, вот такая интересная информация. Будущая Пакара, чем закончится вся эта трагедия на Украине? Для, ну да, для Европы тоже сейчас очень такие события разворачиваются, нехорошие, ну вот, Байден, вот, да, американцы добились все, они практически уже, экономика России уже резко пошла вниз, скоро там будет кризис, все упало, доллар упал, как сказать, а, еще, извините, там где-то была у меня статья, а, ЕС запретил поставлять евро в Россию, вот еще как раз по этой теме. Европейский Союз запретил продавать, поставлять, передавать, или экспортировать банкноты, номинированные в евро в России, сообщается это на сайте Европейского Совета, так что все, сейчас уже евро никакие не будут функционировать, ну, Евросоюз запретил. Так, валюту нельзя передавать, как юридическим, так физическим лицам. Запрет распространения на российское правительство, все это, да, распространяется, на Центральный банк и другие государственные учреждения, да. Это очередная мера, принятая ЕС за военную операцию, начатую Россией в Донбассе, да, по решению президента Владимира Путина. Раньше ЕС ввел санкции операции с Российским Центральным банком. Вот так, так. В общем, ответ на это Путин запретил со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Сейчас россияне, кто поедет за границу, нельзя больше 10 тысяч долларов с собой брать. Кроме того, иностранцам ограничили трансграничные переводы от 5 тысяч евро в месяц. Вот так вот. А теперь еще гражданам России запретили в ЕС хранить в этих банках иностранных на депозитах более 100 тысяч евро. Вот официальная информация. Я читал, что это было что-то 68, может сейчас подняли уже. В общем, 100 тысяч евро. Раньше миллиардеры держали там миллионы евро, ну, в европейских банках. Теперь только 100 тысяч евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Вот такие новости. Ну, еще я хочу сказать, ребята, сейчас я, наверное, на своем канале, где я тут, ай, вот он, введу цензуру. Сейчас, если вы зайдете на мой канал и будете смотреть мои ролики, не увидите комментарии. Я буду их, ну, как сказать, проверять. И одних пропускать, других не пропускать. Понимаете, появилось очень много неадеквата в комментариях. Уже пишут, там указывают, что, как, комментарии. Я просто не хочу с кем-то спорить, ругаться. Я просто... Закройте комментарии. Если мне понравится, я эти комментарии, ну, выставлю. Если эти комментарии не понравятся, вы их не увидите. Я просто сразу предупреждаю, чтобы вы там, ну, не волновались, не писали. Так что фильтруйте комментарии, лишнего не пишите. Других я в бан отправлю сразу, если что-нибудь напишите в мой адрес. Уже там есть такие настойчивые, я их предупреждаю. Говорю, лучше мне много не пишите, я уже устал. Мне эта уже ситуация с войной тут напрягла, я тут сижу на нервах. Еще комментарии тут неадекватные. А вообще российские, я там почитал комментарии, что на российской прессе вообще там уже полностью поехали люди. У них, видно, после этой болезни уже крышу снесло. Ну, вот такие новости. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч, ребята.